Главное от праздников перейдем к другим праздникам. Все-таки тут и корпоратив Государственного банка 1860 года и воскресенье прямо навевают мысль о том, чтобы собраться большой толпой, пригласить, как это принято говорить, либо тамаду, либо ведущего. И хорошо отдохнуть. И хорошо отдохнуть. Вот об этом мы поговорим. У нас в гостях Юлия Смелых, региональный организатор проекта Шоумен Года 2016 в Краснодаре, и Анна Мыльцева, исполнительный продюсер проекта Шоумен Года. 2 августа в Краснодаре пройдет финал регионального этапа конкурса Шоумен Года, откуда лучший тамада в простонародье уедет в Москву, а оттуда уже на международный конкурс. Я прав? Ну, не совсем тамада, все-таки шоумены ведущие, даже мастер церемонии. Я поэтому и добавил, в народе. Я бы сказала, что конкурс в принципе уже международный, потому что помимо Краснодара предусмотрено 10 городов двух стран. Мы будем в России и, конечно же, в Белоруссии. А скажите мне, пожалуйста, я права, что это будет первый подобный конкурс? То есть до этого таких мероприятий не проводилось или проводились немножко другим способом? В этом году, в 2016 году, этот конкурс приобретает просто совершенно другие масштабы. Подобных конкурсов пытались проводить на множестве международных форумов, но такого масштаба еще не было. Поэтому проект Russian Showman Week – это самое масштабное мероприятие для шоуменов в мире. И свадебный портал Горько.ру решили провести и выбрать этот конкурс, выбрать лучшего шоумена из лучших. Повезло, что это именно Краснодар, охватывает весь юг России. Ну, девчат, наверное, самый главный вопрос, кто может принять счастье. Вот я предлагал Ольге выйти от нашего телеканала. Я предлагала Дмитрию, вот почему мы не раздумываем. Может быть, мы как-то вот тут дуэтом выставим. Кто может стать счастьем? Абсолютно любой человек, желающий, ведущий, начинающий, опытный девушка, мужчина, неважно. Заявка подается бесплатно на сайте Showman 2016, и там все очень подробно расписано. Так что дерзаем и подаем через время. Тот, кто выиграет региональный этап в Краснодаре, поедет в Москву на общероссийский конкурс? Да, в Москве будет международный конкурс, потому что региональный этап будет в Белоруссии, в Минске. В сентябре. Поэтому в октябре мы все соберемся в рамках Russian Showman Week, очередного третьего уже по счету масштабного мероприятия, и там состоятся как раз-таки два полуфинала и, естественно, финал со звездным жюри. Ну вот давайте так, принять, прийти может кто угодно, но о критерии выбора что? Конкурсы, идеи, образы, как вы будете? Все очень подробно расписано. Конечно, может быть, опыта его может не быть. Есть определенные формы подачи заявки. Это портфолио, видео, презентация, это описание того, что ты будешь делать как ведущий. Ну и, соответственно, уже по предварительному отбору самые лучшие в Москве, а там уже более 15, по-моему, да 15 критериев 15 критериев оценки на каждом региональном этапе, и в любом случае из всех поданных заявок в конкретном регионе, экспертный совет проекта, а это более 40 ивентеров, со всей страны выбирает только 10 конкурсантов, резидентов регионального этапа, среди которых уже авторитетное региональное жюри, в составе которого будут, конечно же, и гости из других городов, в том числе и я, поэтому уже мы будем отбирать за 15 критериев. Я знаю, с кем можно договориться. Ну вот, я уже почти буду на заявку. Девушки, скажите мне, пожалуйста, вот я, наверное, буду права, если нет, то поправьте меня, что за последнее время уровень ведущих очень сильно улучшился, да, потому что Дима говорил о том, что раньше все думали, что это просто тамада, это далеко не просто тамада, это огромный труд, это действительно такое совмещение и актерской работы, и работы ведущего, и организаторской, и все вместе. Вот если, допустим, у нас сейчас смотрит человек, который хотел бы попробовать себя в этой сфере, но пока опыта нет, какие качества у него должны быть, помимо там фантазии, там свободы какой-то. Может быть, какое-то образование, либо что-то еще. Образование может быть, его может и не быть, потому что у Анны, например, образование не профильное, у меня, например, профильное, но мы делаем это. И тут самое главное, наверное, конечно, как в любом деле, желание, ну и, конечно, нужно заниматься речью, да, нужно заниматься своим внешним видом, ну и содержательной частью, потому что режиссерский момент тоже будет оценен в этом проекте. А скажите, мне кажется, вы, конечно же, и сами имеете опыт ведения различного рода мероприятий, вот какие-то о курьезах всегда очень хочется спросить, вот были наверняка, я вижу, да? Да, то, что мы, ну, такой эфирный вариант. Эфирный вариант, да. На самом деле курьезов, конечно же, бывает на каждом мероприятии очень много, были случаи падения невест на прогулке в фонтан, когда они приезжали в банкетный зал в мокрых платьях, мы их срочно сушили, были разлитые бокалы с шампанским на платье подружек перед самой церемонией, мы их тоже срочно как-то поправляли. Но это все больше, конечно, касается организаторов. У меня, например, на самой первой свадьбе, которую я вела в своей жизни, это было уже более семи лет назад, были порваны связки у одного из гостей. Причем в процессе игрового эпизода, когда он должен был изображать танец итальянца на танцполе, я буквально отвернулась на одно мгновение, поворачиваюсь, человек лежит на полу, вокруг него полная толпа народу, мы, естественно, вызвали скорую, но самое забавное было, что впоследствии невеста мне присылала фотографии из больницы, где он в кресле, каталке, укрытый пледом, говорил, что он настоящий итальянский мафиози. Звадьба удалась и запомнилась надолго. Смотрите, конкурс международного характера, был опыт работы у вас как раз с ведущими из других стран. Вот есть разница между все-таки российскими ведущими церемонии, мероприятий и европейскими? Менталитет, мне кажется, здесь. Но если говорить о бывшем СССР, то Украина, Белоруссия, Казахстан, в Казахстане, все примерно так же. Единственная особенность Казахстана, это приверженность национальным традициям. Там у них все-таки есть свои определенные традиции. Это двойная свадьба и от жениха, и его родни, и от невесты. Там есть очень много обрядов, в которых они... Ведущие, кстати, там работают два раза, иногда у одной и А в Европе, насколько я знаю, это не принято. В Европе вообще не принято иметь ведущего на мероприятии. Его функции выполняет диджей, который является MC, так же, как у нас в ночных клубах. Это Masters of Ceremonies. И, как правило, там ведущие востребованы только на каких-то глобальных шоу. Это комики в формате стендапа или ведущие каких-то концептов. Вот где оно, поле не пахано, на самом деле. Девчат, спасибо большое. Я очень надеюсь, что и региональный этап пройдет замечательно, людей будет много, и нам будет что-то показать Москве и миру. А я в этом уверена. Хотелось бы сказать, что, да, 2 августа мы приглашаем всех желающих посмотреть на этот конкурс. Обязательно. Ну и все, кто еще не успел зарегистрироваться, пожалуйста, подавайте зайти. Конечно, приходите, воруйте конкурсы. Спасибо вам большое. Спасибо. Если вы не успели на начало этого интервью, не переживайте, ищите его на сайте kubain24.tv. Вскоре оно там обязательно появится. Ну а мы скоро вернемся.